Наше вам кубическое здрасте! Меня зовут Алексей Зуйков, вы смотрите видеоблог 2 в Кубе. И да, я знаю, зачем вы все здесь сегодня собрались. Не буду томить, встречайте на канале обзор прототипа настольной игры This War of Mine. В понедельник на нашем канале вышло целых две версии распаковки посылки с данной игрой, в которых вы смогли увидеть компоненты и совершить первое знакомство с This War of Mine. С тех пор я успел сыграть в прототип This War of Mine, и с огромным удовольствием сегодня расскажу вам об этой игре. Даже в виде предпечатного прототипа игра настолько атмосферна, что едва открыв коробку с ней, ты будто перемещаешься в мир игры. Игровые события переносят нас в городок под названием Погорень, в котором бушует гражданская война. Чтобы сдержать агрессию, вооруженные силой Газнавии окружили город, отрезав все линии снабжения. Население страдает от голода и болезней, бомбежек и набегов головорезов. Вы — небольшая группа выживших, которая нашла себе новое убежище, пострадавший от бомбежек, но все еще вполне целый дом, никем не занятый. Здесь и начинается ваша трагическая история выживания. Разумеется, вам предстоит разобрать завалы, порыться в брошенных вещах, залатать дыры и даже построить себе дополнительные удобства. Интересной особенностью игры является ее необычный подход к правилам. Первую партию предлагается начать сразу после подготовки к игре. Просто делать все пошагово, согласно указаниям так называемого журнала, и учиться в процессе. Но я играл с довольно опытными игроками, и первое время им было очень сложно перестроиться. Как это так? Не знать все свои возможности наперед. Но в этом определенно есть своя прелесть. Ведь вы не знаете, например, чем обернется для вас первая вылазка за снаряжением, пока не попробуете сами. И я желаю всем знакомиться с правилами именно таким образом, дабы опробовать систему авторов. Тем не менее, у игры есть довольно четкая структура ходов, которую я вам вкратце передам. Утром каждого дня происходит новое игровое событие. От простого, но неприятного похолодания до бомбежек и набегов крыс. Стопка таких карт формируется для каждой игры отдельно и из случайного набора. Кроме ключевых карт начала и окончания игры, конечно. Днем каждый персонаж может сделать несколько действий, в зависимости от текущего его состояния. Герой может проголодаться, устать, загрустить или заболеть. Помимо традиционных ран, конечно. Каждое состояние постепенно прогрессирует, если его не лечить, делая персонажа все менее полезным. На четвертом уровне усталости, к примеру, он автоматически бросит все и отправится спать. На пределе болезни, ран, голода или депрессии и вовсе погибнет или покинет группу. Здесь же стоит обратить внимание на то, что персонажи в этой игре не привязаны к конкретным игрокам. А фактически все играют за всех. По ходу игры будет постоянно меняться так называемый лидер, который принимает окончательные решения и оперирует игровыми компонентами. Хоть все и стоит, конечно, обсуждать коллективно. В теории это может свести игру к тому, что играть по факту будет один человек, все решая за остальных. Но один из самых важных моментов в этой игре это общение между игроками. Совместное принятие решений, споры о тех или иных действиях. Ведь эта игра потрясающе драматична и атмосферна. У нас, например, разыгралась целая трагедия, когда мы нашли и взяли себе собаку. Некоторые игроки считали, например, что песика стоит кормить, даже если голодными останутся люди. А мое предложение пожертвовать собакой, чтобы без потерь пережить ночной рейд, встретило настоящую бурю негодования. Настолько игроки прониклись и сопереживали простому игровому элементу, который мы в своей партии могли не встретить вовсе. Дневные действия можно потратить на разгребание завалов в вашем доме или поиск уцелевших полезностей. А также на крафт новых улучшений от банальной кровати, чтобы не спать на полу, до вполне серьезных станков для создания оружия. К концу дня вам позволят выбрать один новый рецепт для крафта из четырех случайных карт из колоды. Затем всех нужно напоить и при возможности накормить голодных. По вечерам к вам приходят гости, которые могут, например, предложить поторговать или попросить о помощи. Также есть шанс, что к вам предложат присоединиться новый игровой персонаж, который поделится своим снаряжением, но вполне вероятно ему самому нужна будет медицинская или иная помощь. А после заката вам предстоит решить, что ваши герои будут делать ночью. Уставших резонно положить спать хотя бы на пол, если нет кровати. Также стоит оставить ночную охрану у дверей на случай визита незваных гостей. И, наконец, персонажи вашей группы могут попытать счастье в городе, отправившись за снаряжением в одну из трех доступных локаций. Но перед наступлением ночи следует проверить состояние ваших людей. Они устают, если не спят этой ночью, а их раны и болезни прогрессируют без соответствующего ухода. Ночью в сторонней локации вы создаете колоду исследования, не забыв и про специфические для данной локации карты местности. Действие можно потратить либо на разыгрывание верхней карты исследования одним из вариантов, либо взаимодействие с этой особой местностью. Частенько для преодоления препятствий в локации вам понадобится особое снаряжение. Например, лопата, ножовка, ломик или отмычка. Причем чаще всего преодолеть любое препятствие можно медленнее, но не привлекая лишнего внимания или быстрее, но с шумом. При высоком уровне шума вы рискуете быть замеченными другими выжившими, которые отнюдь не всегда будут дружелюбны. В некоторых ситуациях это может даже спровоцировать бой, который здесь реализован при помощи серии бросков специальных боевых кубиков. Чем лучше вы вооружены, тем больше шанс на нанесение серьезных ран противнику, а чем больше отваги у персонажа, тем больше у него будет возможности перебросить кубик. Четвертая рана, напоминаю, для любого игрового персонажа будет смертельной, но из боя можно попытаться сбежать и раньше, хоть это и может дорого обойтись. Тем не менее, именно поиск в локациях является основным источником добычи как базовых игровых ресурсов, так и более ценного снаряжения. У каждой локации есть свой список уникальных находок, а также общая колода карт, с каждой из которых вы будете получать лишь одну из трех категорий предметов, делая находки более уникальными и непредсказуемыми. Но даже если вам не удалось найти ничего реально полезного, всегда есть возможность набить карманы базовыми деталями для крафта или набрать воды. Довольно часто игра будет провоцировать моральные дилеммы. Например, отобрать ли снаряжение у тяжело раненого человека, который явно не переживет эту ночь, бросить его пропадать со своим добром или попытаться помочь, вполне возможно, и себе во вред. Любые антигуманные действия в игре на данный момент вызывают у персонажей лишь возможность повышения печали, но в полной версии игры авторы обещают более интересную систему кармы. Набрав снаряжение, стоит убедиться, что его вес соответствует грузоподъемности ваших добытчиков, иначе частью придется пожертвовать. А следующей ночью доступные локации могут измениться. Тем временем в нашем убежище защитники отражают ночной рейд. Оголодавшие местные жители, рейдеры, а порой и хорошо вооруженные бандиты не обойдут стороной ваше лакомое местечко, попытавшись ограбить вас ночью. Поэтому об охране не стоит забывать, хоть это и может быть очень опасным. Изначально колода ночных рейдов состоит лишь из обычных карт, но каждую ночь в нее будет замешиваться по одной сложной. На рассвете домой возвращаются из города ваши товарищи с набранным добром. Если на улице холодно, ваши люди могут заболеть, а также необходимо проверить особые свойства для каждого члена группы. Наконец, выберите из четырех карт действий две штуки. Они бывают крайне полезны. И радуйтесь, что вам удалось пережить еще один день в этом военном аду. Грядущий вряд ли будет так же прост. Ведь закончится игра лишь тогда, когда будет объявлено перемирие. Длительность партии, скорее всего, будет немалой. В нашей первой игре мы настолько увлеклись спорами и обсуждениями, что не заметили, как пролетело больше пяти часов. Но, во-первых, это время можно отрегулировать количеством игровых раундов. А, во-вторых, авторами придумана вполне рабочая система сохранения игрового процесса. Конечно же, главная составляющая This War of Mine — сюжетная. Среди игровых карт практически всех видов попадаются карты Reality Impact, запускающие особые сюжетные события, используя уникальные ссылки на картах. Каждое ваше решение и каждое действие здесь ведет к своему сюжетному ходу. На данный момент книга сценариев еще не готова, поэтому к прототипу приложено лишь несколько примеров, но даже они частенько выстраиваются в целые цепочки с вариативным выбором и не всегда предсказуемыми последствиями. Иногда в процессе таких событий игроки получают даже самые настоящие квесты. А в релизной версии авторы обещают целую книгу сценариев на 128 страниц с более чем тысячей уникальных приключений, которые позволят сделать каждую партию особенной и не похожей на другие. Также планируется и специальное мобильное приложение, которое позволит еще сильнее погрузиться в атмосферу игры. На момент выхода обзора компания на Kickstarter уже подходит к своему завершению, и игра собрала почти в 8 раз больше требуемой суммы. Таким образом, каждому заказавшему игру на Kickstarter будет доступно около 20 различных уникальных дополнений, лишь часть из которых потом будет продаваться отдельно. This War of Mine — тот самый случай, когда отличная компьютерная игра прекрасно ложится на настольные рельсы и выглядит в таком виде едва ли не лучше, чем оригинал, что признали даже сами авторы. Сыграв свою первую партию даже в прототип, я бесповоротно влюбился в нее и теперь с нетерпением жду релиза. Пожалуй, единственная претензия, которая лично у меня есть к игре, заключается в небольшом количестве карт исследования, которые довольно быстро прокручиваются, но в полной версии этот недостаток наверняка исправит обилие поворотов сюжета. This War of Mine — одна из лучших кооперативных настольных игр, в которые я играл в своей жизни, и я счастлив, что мне довелось опробовать ее прототип одним из первых. Даже сейчас эта игра не уступает таким монстрам, как Древний Ужас или Мертвый Сезон. А если в полной версии будет реализовано все обещанное, что ж, на мой взгляд, это явный претендент на попадание как минимум в топ-10 лучших настольных игр всех времен. Субтитры создавал DimaTorzok